Основная часть жилого фонда была построена более 50 лет назад. За это время многие строения сильно состарились и требуют капитального ремонта. А некоторые из них подлежат сносу и расселению, как опасные для проживания. И на эту программу из федерального бюджета уже выделено 650 миллионов рублей. Данный проект находится на особом контроле у власти республики. Заместитель председателя Совета министров Евгения Бавыкина лично провела инспекцию строящихся объектов в Восточном Крыму и пообщалась с жителями аварийных домов, которые готовятся к переселению. Разбитые стены и лестницы, провисшие потолки, неработающая проводка – это не кадры из фильма ужасов, а дом, в котором живут люди. Местные признаются, к такому уже привыкли. Восемь лет привыкли. Но в скором времени его жильцы смогут вздохнуть с облегчением. Ведь в этом году их ждет новоселье. Дом попал в федеральную программу. На его фасаде красуется табличка «Переселение граждан из аварийного жилфонда». Программа начала работать уже в декабре 2014 года. За это время были проведены геодезические топографические работы, а также выделены земельные участки по строительству. Благодаря ей только в этом году 273 семьи получат новые квартиры взамен аварийных. Из них в Восточном Крыму порядка 100. Например, в Керчи к 1 сентября завершится строительство на 36 квартир. Хорошие показатели в Феодосии и Щелкино. Здесь будет 12 семей из аварийного жилья. В Щелкино у нас 59 семей. Мы считаем по 7. То есть аварийная квартира заменяется на хорошую квартиру. Без улучшения жилищных условий. Но это, к сожалению, самое главное вывести людей из того жилья, которое угрожает жизни. Там разные графики будут по домам. У нас самое главное к 1 декабря сдать все дома. А вот аварийные дома после переселения жильцов снесут. На их месте будут возводиться новые строения. Вот эти аварийные площадки мы забираем для того, чтобы на них строить новое жилье с тем, чтобы продвигать очередь в городах и выполнять те государственные программы, которые у нас также будут вестись. Потому что в чем проблема? Федеральные средства выделяются из расчета 29 тысяч за квадратный метр. И поэтому за счет вновь возводимого жилья мы как раз компенсируем вот эти все расходы. При этом вице-спикер отметила, если люди захотят улучшить свои жилищные условия, для этого предусмотрены соответствующие программы для семей, инвалидов или ветеранов. С ними можно ознакомиться на сайте Министерства строительства и архитектуры республики. Уже на следующей неделе Евгения Бавыкина планирует проинспектировать строящиеся объекты в Ялте и Алуште. Ольга Савенко, Алексей Романов. Время новостей.